Представители знака Зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Второй расклад, второй расклад на неделю с 9 по 15 сентября. И давайте узнаем, каковы подсказки карт, как карты видят события ближайшего времени, что они вам расскажут о предстоящей неделе. У нас сегодня две колоды, одна из них о раку ангелов. И в конце нашего расклада мы откроем карту и узнаем совет. Но мы зададим наши традиционные вопросы в еженедельном раскладе. И первая карта у нас будет, что важно знать для вас, мои дорогие львы и львицы. Что же будет на этой неделе? Что важно знать? Планетарно же как раз очень обещается приятная неделя. По части, поскольку Венера в очень благоприятном аспекте для каждого из нас. И 15 число, когда аспект Венеры с Юпитером в близнецах, который сейчас в близнецах находится. И 15 число, это как раз понедельник может быть какой-то вообще задушевно приятный день. Или признание в любви, например. Или просто каких-то добрых событий, хорошего настроения. Идем вперед. Итак, что важно знать? Чего не избежать? Вторая карта или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия, денег, финансы на неделю. Личная жизнь. И там колодия ангелов, оракула. Что нам оракул подскажет? Какой совет для вас даст? Итак, давайте будем узнавать, что же важно. Старший аркан повешенный. Кстати, что важно знать? Может быть, карта говорит, есть то место, куда тебе лучше не торопиться. А вот разобраться с какими-то своими вопросами, расставить все скорее по местам, чтобы не было вот этого подвешенного состояния. Или не было какого-то тупика. Выход из тупика у кого-то может означать. Или какая-то история, если она тянулась длительное время, скорее всего, может быть активирована на этой неделе. И, может быть, вам как раз будет дана возможность все расставить по местам или принять какое-то важное решение. Карта нам может говорить также о том, что некоторые дела, вопросы могут задерживаться, потому что неспешный аркан тут уж в любом случае. Или мы можем столкнуться с какими-то долгими обещаниями, мои дорогие львы и львицы, которые длятся энное количество времени. Давайте посмотрим, что же за неожиданности. Повешенный и аркан, нулевой шут или дурак. В неожиданностях, вы знаете, я вижу так развитие, что для кого-то из вас как раз какой-то выход из тупика и может быть. Но нулевой аркан, дурак, это в первую очередь то, чем мы еще не знакомы или как мы раньше не поступали. И правда, какой-то альтернативный вариант у вас может появиться. Решить свою проблему, поменять свою прежнюю должность, построить карьеру или, может быть, вообще смена работы. У кого-то это может означать вплоть до того, что была какая-то зона, словно ограничений для вас. А теперь вот эти ограничения, они нивелируются, спадают. И как пространство, пространство возможностей в неожиданностях открывается перед вами. Но будем все-таки прозорливый и внимательный нулевой аркан в неожиданностях. Ведь сам по себе аркан предполагает как раз неожиданности, а опыта нет. Вот этот тонкий нюанс имейте в виду на всю неделю. С одной стороны, мы не должны сглупить и себе навредить. С другой стороны, мы не должны сглупить и что-то упустить. Поэтому вот эту тонкую грань придется просчитывать где-то вам. Может быть, вы и будете, ну, где-то обескуражены. Потому что прежняя ситуация по 12-му. У кого-то ведь вот так могут карты рассказывать, что вы находились долгое время, словно в подвешенном состоянии. И вдруг высшие силы, вот этот маховик судьбы, приводят в движение. И теперь появляются откуда ни возьмись. Там, где вы не предполагали какое-то либо предложение, либо какая-то возможность. И вам сложно сделать выбор. Почему сложно? Опыта нет. Вот этот нулевой аркан как раз и говорит. Тебе придется еще этот опыт как будто собрать. Или руку на чем-то набить. Или, может быть, пойти учиться. У кого-то это решение может быть учеба сама по себе тоже. Какая-то может открывать для вас новые перспективы в неожиданностях. Все, что угодно. У вас два старших аркана. Но я бы сказала, что-то судьбоносное может быть на этой неделе. Что же может вам помешать? А когда вы будете пытаться сидеть на двух стульях? И я так могу предположить, придется с чем-то определяться. Или словно так и вашим, и нашим. Может помешать, когда вы что-то сами поставите кстати на паузу. Или словно двойка Пентакли это всегда выбор. Как минимум два направления. Или это может быть кстати. Допустим, по личной жизни. Пусть Пентакли не совсем про личную жизнь, но это все равно дуальная карта. И мы рассматриваем, конечно же, энергии. Поэтому, когда мы, я сказала и вашим, и нашим, но у кого-то в личной жизни, может быть, был вот этот пресловутый треугольник, и вы долгое время не могли определиться. Так вот, скорее всего, не получится. На два фронта у кого-то это может проиграться, чему сейчас не время. Либо вы должны будете, или вам даже захочется больше ясности внести в свою жизнь. А может быть у кого-то по части делового общения. И тогда, мои дорогие, смотрите, тут ведь жизнь нам иной раз такие ребусы подбрасывает. И у кого-то вы можете оказаться словно между молотом и наковальней. К примеру, есть два даже по работе человека, которых вы заинтересованы. Но эти между собой двое, они не контактируют, а то и конфликтуют. И вы будете в такой, с одной стороны, можете оказаться в дурацкой ситуации, и в то же время, когда вроде как от вас ждут какого-то выбора. Ты с кем? Вот, допустим, с ней или со мной? Или ты с кем, с ним или со мной? То есть вот оказаться действительно вот в этом положении таком, но не получится, как будто тогда карта говорит, со всеми оставаться на короткой волне. Как будто придется какой-то выбор все равно делать. Давайте посмотрим, что же помогает. Я позже достану еще одну карту. А вы знаете, это ведь колесо фортуны, старший аркан. И по колесу фортуны мы должны быстро принимать решение. Или, может быть, куда-то поехать. Вы можете взять просто нейтралитет какой-то. Не вашим и нашим, с учетом колеса фортуны. Вам помогает, когда вы очень хитро, ловко, гибко уходите вообще от навязчивых вопросов. А кто знает, может быть, у вас как раз, у вас же в неожиданностях нулевой аркан, вам могут что-то спросить такое в лоб, к чему вы не готовы. Будьте готовы ко всему на всякий случай. Дважды, потому что у вас колесо фортуны. И тут действительно, с одной стороны, у кого-то это как взять мечту. У кого-то из вас решить вопросы по части переезда. Или построение карьеры. Может быть, это и личная жизнь у кого-то проиграет. У вас три старших аркана. И они имеют значение в любой сфере нашей жизни. Но как будто двойственности нет. Потому что с чем-то вам придется определяться. Я бы сказала так, вам может и помешать где-то, когда вы будете тратить как будто свое время на, к примеру, ту работу, которая для вас не служит прогрессом, кстати. Потому что с учетом как раз колеса фортуны мы держим крепко в руках вот этот штурвал. И держать нужно ближе к центру. И откликнуться на что-то как будто стоит. Не упустить буквально время. Может быть, это и будет связано с каким-то вашим перемещением. Потому что в определенной местности, с конкретными людьми, человеком, вы можете видеть обстановку, какой-то вопрос обдумать и решить окончательно. У кого-то вот так совпадет. Но и все же по колесу фортуны это сама по себе фортуна перед вами ставит какие-то новые задачи. Но так или иначе, все новое, оно вам помогает. Ну и тогда я могу сказать в неожиданностях. Не отказывайтесь от чего-то, что вам будет предложено. Не пытайтесь как будто, знаете, вам как будто, к примеру, допустим, была одна работа. И вы хотите больше заработать денег. Или вы, в принципе, допускаете, что я могу уволиться, если мне будет предложено что-то лучшее. Или я могу. Может быть, вы какое-то свое личное дело, бизнес уже начали в одиночку. Да, и IT-технологии сейчас помогают нам сделать очень многие вещи. И пока вы еще не достигли должного уровня, вы делаете первые шаги. Вот здесь у кого-то и тут может проиграться, что ваш какой-то вторичный заработок, который был у вас как на всякий случай, или в стадии какого-то проекта, или только начинаний. Здесь может выстрелить, словно, очень хорошо. Или какая-то еще ситуация, когда не получится на двух работах работать, двойка пентаплей. У кого-то может быть и так. И вы будете вынуждены, ну, буквально с чем-то одним определяться. Перекладывайте на свою жизнь, мои дорогие львы и львецы, но будьте готовы к неожиданностям. Что скрыто, любовь какая-то скрыта, может быть неожиданно, внимание какого-то человека, для кого-то и так. И время планетарно прекрасное для любви, для признаний, для откровенных разговоров, для того, чтобы дружбу какую-то переводить на более серьезный уровень, или поговорить по душам откровенно просто. И так тоже хорошо. Поэтому какое-то есть сотрудничество, посмотрите, да, скрыто. Ты можешь пока не предполагать, лев, но, может быть, переведи это сотрудничество, к примеру, или может перерасти. Раньше это было чисто какое-то рабочее, финансовое, а теперь это уже про любовь. И у кого-то такая ситуация может создастся по работе. Прочитайте гороскоп, кстати, на сентябрь, мои дорогие львы и львицы. И правда, ведь там у вас какое-то внезапное знакомство может быть. И кто знает, когда это будет в течение сентября. Но, по крайней мере, Венера в благоприятном аспекте до 22 сентября. Поэтому пользуйтесь. Кто один или одна, хватит пребывать в одиночестве. Король мечей – это дела, работа, бизнес, учеба, какие-то проекты. И король мечей, он как раз и силен. Все то, что касается работы и денег, он принимает правильные решения. По этой карте проходят люди, которые, ну, их не назовешь душа компании. Они более жесткие, они на своей волне. Может быть, где-то и холодные такие. Да, вот кто знает, может быть, конкретные. Все-таки у нас рядом двойка чаш. И это человек совсем в других энергиях, нежели вы, мои дорогие. И пусть у нас выпал король, но мы просто говорим об энергетике человека. Для кого-то из вас это, может быть, и девушка, женщина, если меня смотрят мужчины. Но объединяет короля мечей еще и разные направления. Такие, к примеру, у нас, как врачи, юристы, охрана правопорядка. Все то, что связано с законом, мои дорогие, или люди в форме, вот такое тоже проходит. Почему? Потому что это те специалисты, которые делают что-то основательное наверняка. Которые соблюдают какой-то график, регламент, порядок. И вы можете как с человеком таким столкнуться. Или тогда, допустим, если правда у вас что-то как двигается на работе, я имею в виду по части вашей карьеры, должностей, или что-то по финансам, то или у вас есть выбор, тогда карта однозначно говорит. Узнай, как закон работает в отношении тебя. Или насколько человек, может быть работодатель, готов пройти, продвинуться далеко в отношении тебя. То есть что-то нужно оформлять в документах, нежели верить на слово. Вот есть такой момент. Будьте рациональны во всех тех вопросах, которые касаются дела работы, бизнес, учеба. Тут, кстати, педант какой-то может проходить. И вы где-то будете в этих же педантичных энергиях, когда касается именно дела. Ну, или денег, как я сказала. Деньги. И правда, какой-то новый проект, новое начинание. Нам показан пентакль 1, туз, как зернышко. И вот эти тоненькие корешки, которые в последующем, вот эти два маленьких всхода, они как раз вырастут. И в картах второго, седьмёрка как раз, пентакли, там пентакли растут на дереве. Вот будет какое-то крепкое дерево ваших успехов, когда вы какое-то новое начинание в последующем. Или благодаря этому начинанию вы можете получить какую-то хорошую прибыль. Но это пока ещё, может быть, знаете, как всё не просчитаешь. Но на что-то решиться, похоже, вам нужно. Туз пентакли может и банально говорить, что какие-то новости вы получите по деньгам или сами деньги. Личная жизнь. Поездка, может быть, вам предложена или даже для кого-то из вас переезд в связи с тем, что личная жизнь так складывается. Или по части личной жизни, может быть, вам предложат кто-то встретиться, и человек находится на расстоянии. Или какая-то, ну, может быть, и отдых, мои дорогие, у кого-то так. Кто-то именно в отпуск отправляется куда-то далеко и с какими-то новыми такими задумками. Но не только нам про дорогу говорит эта карта. Это карта заслуженного успеха. Поэтому, с учётом Короля Мечей, здесь, правда, может означать для кого-то из вас, что вы погрузитесь в работу. И именно в продвижении либо вашего проекта, либо того проекта, который вас очень может заинтересовать на этой неделе. Для кого-то будет и так. Ну, я так надеюсь, для большинства из вас, знаете, вот это время, когда добрый аспект Венеры. И, правда, вы можете, отправляясь в какое-то путешествие, даже познакомиться, особенно для тех, кто один или одна. И пусть это не очень далёкое путешествие, а так какая-то поездка. Будьте внимательны, особенно когда вы находитесь среди такого коллектива, когда есть новые люди. Вы люди видны, и кто-то может обратить внимание, захотеть с вами продолжать общение. Потому что по шестёрке Мечей в целом, пусть не в этой колоде, но всё же мы словно переворачиваем страницу нашей жизни. И, может быть, какой-то вот выход из этого подвешенного состояния, может быть, для части из вас сложная, правда, была какая-то ситуация, которая словно замерла. Ну, вот теперь определённый выход есть, даже должен быть. Давайте совет. Выздоровление, мои дорогие. Действительно, выздоровление от какой-то застоявшейся ситуации или из какого-то сложного положения вы можете выйти. У кого-то это и по части личной жизни больше понимания, понимания, куда идут наши отношения. И, может быть, в зависимости от этого какие-то важные выводы вы будете делать у кого-то. Я не исключаю и предложения, которые вы не видите, не предполагаете, а могут вам сделать. У каждого по-своему. У вас серьёзные старшие арканы и, в принципе, которые нижний неряд, он-то тоже такой своеобразный. Можно трактовать по-разному. Но очень добрая карта совет. Помни, что у тебя как жизнь действительно меняется. И прежняя какая-то ситуация, прежняя твоя история, ты её забывай. Теперь твоя какая-то более счастливая часть твоей жизни, она у тебя на пороге. Верить в мечту определённо стоит, потому что, когда мы верим, мы вот это колесо фортуны лучше видим. А если мы как зациклились на чём-то одном, мы ведь можем и зависнуть вот в этой подвешенной ситуации. А любая подвешенная ситуация – это своего рода тупик. Так вот, на этой неделе выйти из тупика определённо можно и нужно. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.